Человеку свойственно искать смысл, но между делом, пока он ищет этот смысл, он склонен заниматься весьма бессмысленными вещами. Например, самые бессмысленные вещи — это паниковать и находиться в вечной тревоге. Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу ритуальную кофейню, на очередную чашечку кофе со смыслом. Прямо сейчас мы с вами переживаем не самое спокойное время, для многих не самое спокойное. И я очень надеюсь, если вы нашли это видео в 2022 году, то вы, может быть, даже не можете вспомнить, о каком времени идет речь. Мы склонны все очень быстро забывать, и я надеюсь, что многие вещи забудутся, но останутся важные выводы. И тем не менее, сейчас, находясь в ситуации, в которой мы все находимся, мы склонны тратить большое количество своей психоэмоциональной энергии на то, чтобы паниковать, тревожиться, находиться в состоянии стресса. Посмотрите вокруг. Возможно, сейчас вы замечаете, что у людей лица стали намного более тревожными, их поведение стало поведением раздраженного человека или человека, который находится в стрессе. И во многом это, конечно же, объяснимо. Но мы здесь сегодня собрались именно для того, чтобы спросить себя, как мы сами собственноручно можем повысить уровень своей жизни, качество своей жизни, как мы можем помочь себе. Согласитесь, стресс не повышает качество вашей жизни, не улучшает ваше здоровье. Но самое интересное — стресс или состояние высокой тревожности, повышенной тревожности, состояние у кого-то даже паники или близкое к панике — все это не помогает вам действовать эффективно, а скорее мешает. Так вот, когда мы говорим, что вне зависимости от того, насколько сейчас неопределенная ситуация, насколько сейчас у вас планы меняются, что-то в вашей жизни приходится делать не так, как вы планировали. Вы выбираете, еще раз повторю, выбираете, как вы будете реагировать. Дело в том, что для большинства людей самая привычная, самая естественная реакция на неожиданные перемены, на неизвестность, на что-то, выходящее из их, как говорится, понимания того, что безопасно или что понятно, это вызывает у них сразу автоматически стресс. Но это не означает, что это единственная доступная для него реакция. И опять же, сейчас по ту сторону экрана находитесь вы, и я не знаю, какова ваша естественная реакция. И если ваша реакция — это стресс, недоверие, поиск, как говорится, сценариев, которые еще больше вас ввергнут в тревогу, то я сейчас обращаюсь именно к вам. Выбирайте ту реакцию, которая поможет вам прожить этот период более эффективно и более приятно, более радостно. На самом деле, по факту, что имеет значение? Наши эмоции, наши чувства. Ничего плохого может в итоге и не произойти ни с вами, ни с вашими близкими. Но весь этот период вы тревожились, весь этот период вы были в стрессе. Вы уже себя, как говорится, обкрадываете. А даже если что-то произойдет, делайте то, что вы сегодня можете, чтобы какие-то события предотвратить. Подойти к происходящему мудро, трезво, ответственно, подумать о близких, подумать о себе, подумать спокойно, рассудительно и даже с чувством благодарности того, что, да, сегодняшний опыт не самый для нас комфортный, но тем не менее этот опыт дает нам возможность, ну, во-первых, проверить себя, как общество, как людей, на что мы готовы, на что мы способны, к чему мы подготовлены. Это время заново пересмотреть свои приоритеты. Я думаю, многие из вас сейчас заметили, что ваши приоритеты, они все-таки сдвинулись, поменялись. Может быть, временно, но они поменялись сейчас. Это невероятно интересный опыт. То, что сейчас происходит, да, было бы, наверное, приятнее, если бы этого не было. И, тем не менее, посмотрите на происходящее, может быть, с любопытством историка, может быть, некой воодушевленностью авантюриста. Посмотрите на то, что происходит и обратите внимание на то, как вы способны приспосабливаться, адаптироваться к происходящему. В следующий раз, когда вы выходите на улицу или не выходите на улицу, в любом случае, каждый раз, когда вы замечаете за собой, что у вас на лице постоянно озабоченная гримаса, да, или маска озабоченности, когда у вас пропал из ежедневного общения смех, спросите себя, что происходит. Кто определяет ваше внутреннее состояние, окружающий мир, если так, то желаю вам срочно над этим задуматься. Если это будет всегда так, то никакого внутреннего баланса, никакого кайфа, гармонии, доверия миру ждать не приходится. Выбирайте сами, улыбнитесь. Что-то идет не так, подумайте, хорошо, что в этой ситуации я могу делать по-другому, как я могу переиграть свои планы. Закончились макароны, может быть, мне стоит научиться готовить, наконец, киноа или кускус. Посмотрите, что еще можно сделать. Посмотрите, где сейчас есть точки для вашего роста. И уж точно не обкрадывайте себя, лишая радости, смеха, удовольствия. И по необходимости принимайте правильное решение или принимайте взвешенные решения. А окажутся они правильными или неправильными, вы знаете, на это повлияет ваше состояние. В очень большой степени на это будет влиять ваше нынешнее состояние. Я желаю вам взять это под контроль. А сейчас давайте сделаем прекрасное совместное упражнение. Я призываю каждого из вас в этом поучаствовать. Прямо сейчас в комментариях напишите, если вы сейчас задумаетесь, то какие мысли приходят вам в голову в ответ на вопрос, что хорошего может принести вам в жизни данная ситуация. У вас сейчас в жизни стрессовая ситуация или не стрессовая ситуация, непредвиденная ситуация, может быть, некомфортная ситуация. Но всегда в любой ситуации есть то, что делает вас сильнее, что делает вас мудрее, что заставляет в вас нырнуть глубже, увидеть свою новую глубину, по-другому посмотреть на мир, иначе расставить приоритеты, иначе взаимодействовать с этим миром. Загляните внутри себя и напишите в комментариях, что хорошего сейчас приносит вам эта ситуация или принесет попозже. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok